Программа визита в Клинский район была весьма насыщена. Сразу после Ольга Сергеевна посетила новый корпус хирургического отделения Высоковской больницы. Это еще один долгожданный объект высоковчан. Программа визита членов правительства Московской области в Клинский район сегодня очень обширная. И вот еще один очень важный объект Высоковский, это будущий хирургический корпус новой больницы. Напомним, он будет четырехэтажным. Еще хочется отметить, что много лет этот объект был заморожен, средства на его достройку не выделялись. И вот в этом году деньги были получены, и сейчас строительство идет полным ходом. Подрядчики обещают, что уже в декабре этого года хирургический корпус Высоковской больницы будет сдан. Данное лечебное учреждение предусматривает второй уровень оказания медицинской помощи на базе круглосуточного стационара. Не во всех скоропомощных стационарах мы можем выполнять уже отсроченные плановые операции более высокого уровня, с привлечением более высококвалифицированных специалистов. Вот этот стационар, он и будет, в принципе, рассчитан как второй уровень. То есть, допустим, мы сняли острую какую-то патологию хирургическую, определили изначально исходный диагноз у пациента. Очевидно, понимаем, что ему необходимо уже выполнять какие-то манипуляции либо урологического, либо онкологического профиля, и мы его отправляем сюда. Кадровый вопрос понятен, но он уже встал. Значит, ну они, с теми, с кем мы ведем переговоры, они реально обеспечены жилье. Тех, кого будем принимать, у нас, в принципе, проблем никогда не возникало, и при решении кадров мы всячески социально помогаем и компенсируем под наем жилье. Руководитель кто будет? Руководитель. Вот мы сейчас идем переговоры с двумя специалистами. Один это наш выращенный Клинский, он сейчас работает в Манниках. А вот кандидат медицинских наук Титов, он хирург, таракальный хирург, он, в принципе, такой хороший организатор. И второй специалист уже подрос в хирургическом отделении, вот, в Солнечногорской ЦРБ, он проучился по онкологии, и, в общем-то, видишь, что... Ну, им тогда точно надо будет жилье. Они обеспечены жильем, они готовы приезжать, они готовы еще взять команду. У нас транспортно доступно, здесь не надо. У нас Клинский, да. Главное, ключевые сотрудники, они за собой возьмут команду. Это хорошо. Достраивается будущий хирургический корпус в основном за счет средств областного бюджета. Есть, конечно, часть и местного софинансирования. Это условия программы. В общей сложности на этот объект выделено более 150 миллионов рублей. Продолжение следует...